Добрый день. Я Андрей Николаевич Саильев. Я автор многих книг. Этот год у меня начался очень удачно. В течение полугода вышло пять книг. Очень коротко я представлю каждую из них, в том числе и книжку, которую сейчас сегодня купить нельзя будет, и некоторые книжки, которые есть в продаже здесь. Книжка, которая отсутствует, она сейчас будет допечатана, издательство «Традиции» допечатает, называется «Тень беса». Эта книга посвящена вопросам иудаизма и еврейского вопроса на протяжении тысячелетий, скажем так. Еврейский вопрос для человечества возник давно, а для русских людей возник, в общем-то, совсем недавно, потому что до революции 1917 года еврейства в России, можно сказать, его практически не было. Там где-то существовало за чертой оседлости, мало кто о нем что-то знал, а те, кто из-за чертой оседлости ему удавалось где-то укорениться в центральной России, те с удовольствием отказывались от своего еврейства и растворялись в русской массе. Но XX век изменил ситуацию. В этой книге речь идет не только о России, а в том числе и о европейской истории, где еврейский вопрос становился очень остро гораздо раньше, чем в России. Это, естественно, античность, период Римской империи, это испанская история, которая закончилась для евреев изгнанием, хотя оно до конца полным никогда не было, но тем не менее это был достаточно острый период. Это, естественно, Великобритания, которая первая позволила еврейству вклиниться в аристократические элиты, породниться и создать новую элиту, которая к коренной британской элите имеет очень малое отношение. Такая спайка аристократии с финансовым капиталом получилась. Далее Германия, Франция, Италия. По каждой стране там есть раздел достаточно подробно со ссылками, в том числе и с цитированием тех источников, которые никогда на русский язык не переводились. Первая часть – это иудаизм, вторая – это европейская часть, европейская история, и затем часть, которая посвящена России, российской, русской истории, истории XX века, и затем уже последняя часть – это современность, современный еврейский вопрос. И эту часть пришлось сократить, и там только два крупных эпизода расписано. Ну, знаете, наверное, было такое «Письмо 500», вот вокруг него то, что происходило, ну и некоторые там другие вопросы, связанные как бы, как такие картиночки. Вот это такое фундаментальное издание, в которое я сложил все, что я писал до сих пор, и как бы закрывает для себя этот вопрос. То есть для меня еврейские вопросы этой книгой заканчиваются.